Здравствуйте! В эфире подкаст «Подвайзер» и я его ведущий Андрей Малафеев. Сегодня гостем нашей виртуальной студии стал Сергей Апрамов, специалист в области суперкомпьютерных систем и директор Института программных систем Российской Академии Наук. Он же является научным руководителем от России программ по разработке суперкомпьютеров союзного государства России и Белоруссии – «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД». И, естественно, наш разговор сегодня пойдет о суперкомпьютерных технологиях. Расскажите, пожалуйста, чем Институт программных систем занимается? Ну, Институт программных систем создан в 1984 году. Решением не ЦК КПСС и не Президиум Академии Наук СССР, а был отдельный директивный орган, про это мало кто помнит, кто знает, был отдельный такой, назывался прям директивный орган, и назывался он ВПК – Военно-промышленная комиссия. Можно почитать в Википедии, это довольно интересно. Значит, это такой вот орган управления, чьи распоряжения были обязательны для всех практически. Вот удивительная вещь. И он издал постановление, Военно-промышленная комиссия издала постановление о создании дюжины институтов разных точек Советского Союза, не России, конечно, Советского Союза, по проблеме асимметричный эффективный ответ на «Звездные войны». Вот, собственно, вот вся история. Постановление готовил академик Ильин Павлович Велихов, известный человек, это его термин – эффективный асимметричный ответ. И каждому институту, вот дюжина была создана, было приписано свое направление. То есть люди понимали, что до изделия еще очень далеко, что сначала надо заниматься фундаментальными исследованиями, значит, basic research, потом перспективными, и advanced research – это вот DARPA, да, DARPA и advanced research, или фонд перспективных исследований в России. Потом Nira research, и потом development – это ОКР. То есть путь там лет в 12. Поэтому они создавали академический институт, они правильно делали. Каждому институту было приписано свое направление, то, что приписано нам, звучало так. Это 1984 год, вот внимание, да. Высокопроизводительное вычисление – искусственный интеллект. 1984 год. Значит, искусственный интеллект – третье направление, я его называю «облако в штанах». «Операционные системы», «Система управления базой данных», «Языки» и «Система программирования». Ну, так вот. АйТи вообще. Значит. Ну, вот так оно и было создано, да. Это так. А как суперкомпьютерная тематика к этому подключилась ко всему? Высокопроизводительное вычисление. То есть тогда вот просто это была первородная, первородная задача, приписанная нашему институту. Она никуда… И мы всегда ею занимались. Ну, там скажем, я в институт попал в 86-м. Меня не отпускал НИЦЕФТ. Я был в НИЦЕФТе. На интересные позиции. Я был куратор спецпроцессоров ЕСВМ. Вот я там ругаю. НИЦЕФТ – это было главное предприятие по программе ЕДИНОЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТОРНОГОЧИТНОГОЧИТНЫХ МАШИН. СЕФТ. Это не союзный проект. Это СЕФТ. Да. Все стороны экономического содружества. Вот. И… Но внутри ЕДИНОЕ СИСТЕМЫ… ЕДИНОЕ СИСТЕМЫ – это было перегирание IBM 360 и IBM 370. Но была отдельная ветка спецпроцессоров. И вот страна тогда создавала… Страна в то время создавала дюжину… Я был куратор. То есть я молодой. Вот только-только закончил МГУ и закончил аспирантуру. И меня поставили на точку куратор всех проектов. Я ездил по разным точкам, да. И курировал, читал документацию, писал свои замечания, участвовал в испытаниях, в тех предложениях и так далее. 12 проектов, каждый из которых суперкомпьютер. Разные архитектуры. Абсолютно оригинальные. Киевский макроконвейер, Ганровский мультипроцессор, Ленинградский мультипроцессор динамической архитектуры. Это 83-й год. Я в Ницепте ушел в 86-м. Просто начал в 83-м. Три года молодого специалиста заставили отсидеть до конца. Я не в обиде. Потому что это удивительный опыт. Болгары занимались матричным спецпроцессором. Ну вот просто линейная алгебра. И так далее. И это только внутри. И СВМ, а еще был Прангешвили. Это значит PS-1000, PS-2000. А мы ревностно следили за этим. То есть была жуткая конкуренция. И там, скажем, Эльбрусы были. Эльбрус 1-й, 2-й. Это было похоже на эти фильмы. Там включается радиопродуктор. Говорит Совинформбюро. И народ подходит и начинает на них смотреть. Вот вы не поверите, в Ницепте включали громкую связь и передавали сводки с госиспытания Эльбруса. Понимаете? Вот это реально, это то, что было. И все слушали, затаив дыхание, потому что... Ну и это была конкуренция. Это было, правда, да? Вот пять тысяч сотрудников в Ницепте, да? И они слушали сводки с госиспытания Эльбруса. Потому что если пройдет все успешно, у нас отнимут заводы. То есть речь шла не о бабле. Понимаете? Речь шла не о зарплатах. Но мы потеряем заводы, нас урежут. Точка. Вот это... Конкуренция. Конкуренция, да. Там где-то и... Но не было подлости, да? Вот где-то и подсиживали, может быть. Где-то докладывали в ЦК, КПСС, там что-то ворали. Но конкуренция была жесткая. Еще раз. Одновременно 12 разных архитектур. Не вариантов там каких-то, да? Вот это вот так оно и я сказал. Да это было. Не, Михалыч, а не кажется ли вам, что это слишком большое количество конкурирующих архитектур? В итоге... Вполне возможно. Но... И... Ну, можно по пальцам пересчитать тех, кто дошел хоть до чего-то, да? Или там остался жить. Там, скажем, МДА-2704, да? Она дошла до реальности. Моя демберская работа была в Ниццефте. Я подключал ее к ЕСовской машине. И потом без единой строчки изменения кода и без... Эта машина стояла в подлипках и обрабатывала телеметрию со всего... Вот это реальность, да? Про это было просто тишина и все. И это было абсолютно... 20... Значит, это... Еще раз. 86-й год. 24 вычислительных узла. Нормально? 86-й год. Там 12 узлов коммутационных. То есть, у него был интерконект. Но это была оригинальная архитектура. Не было слов таких тогда, понимаете? И тогда там люди выдумывали то, что потом стало велосипедом. Там, скажем, динамическую маршрутизацию. Которая по ОСПФ-2, OpenShot Espace First, он появился потом в интернете. Да, вот. Но это изобреталось тогда нами самостоятельно, без лишней помощи кого бы то ни было. И до сих пор там многие идеи... 12 проектов, мало кто там дошел до вот такой реализации. Но там, скажем, Таганрогская линия, она жива до сих пор. Значит, и эта группа работает, и она, так сказать, используется. Не в тех масштабах, о которых мечталось тогда, но вот оно все равно прошло через 90-е, выжило и продолжалось. Вот такие пироги. Давайте сейчас перенесемся так через 40 лет. В наше время, да. В наше время. И вот что сейчас из себя представляет суперкомпьютерная индустрия в Российской Федерации? Ну, может быть, чуть шире, вот и в Евразийском Союзе. Хорошо. Значит, смотрите. Сначала давайте договоримся немножко о терминах. Значит, первое, что такое суперкомпьютер. Суперкомпьютер, да. Вот суперкомпьютер – это все-таки самая мощная вычислительная система. Меня жутко раздражает, когда маленькие фитюльки начинают называться суперкомпьютерами. Потому что это девальвация понятия. И, ну, происходит это из-за того, что нам обидно до слез, что у нас нет суперкомпьютеров. Суперкомпьютеров реально нет, да. Вот. Поэтому первое, что договоримся, что все-таки суперкомпьютер – это та система, которая вошла в топ-500. Или могла бы войти, но не подавали из соображений секретности. Там бывают разные ситуации, да. Вот. И таких машин в России две. Точка. Ну, две публичные. Там есть еще в Сарове, но про нее мы типа ничего не знаем. На данный момент, на 2021 год. Да, вот на ноябрь 2000 года два раза в год выходит список 500 самых мощных систем. Ты вошел в нее, ты суперкомпьютер, звание пожизненное, да. Ты мог войти, но не подался по там соображениям секретности, ты суперкомпьютер, иначе нет. Точка. Вот я не приемлю никаких других определений и хочу себя пояснить. Вот были танкеры и были супертанкеры. Да, вот. Ну, они и есть. Танкер, супертанкер. Я специально посмотрел, сколько штук. Их было максимум 50-70 каждый год. То есть 500 – это уже даже перебор, понимаете. То есть слово «супер», ну, не может быть там супергероев или суперлюдей. Это огромное количество среди всего населения. Не надо девальвировать. Есть суперкомпьютерные технологии. То есть это навыки и технологии, технические решения, софтверные, аппаратные, которые применяются для суперкомпьютеров. Так вот, российская суперкомпьютерная отрасль, она в стагнации, она в спячке, она в очень плохом состоянии. Произошло это с 2010 года. Я просто могу вот показать динамику, график там, ну, что вы хотите, да. То есть это абсолютно объективная реальность. То есть, примерно так, с 2004 по 2010 был взлет. Вот в 2010 году есть один очень объективный параметр, это хороший параметр. Он реальный, потому что он не привязан. Вся отрасль развивается очень бурно, поэтому если мерить там во флопсах или еще в чем-то, то легко не понять, что происходит. А вот есть абсолютно объективный параметр, это доля в мировом пироге вычислительной мощности. Весь пирог растет, ну, как своя доля-то меняется, да. То есть вот он получается такой адаптивный. Этот параметр очень адаптивный. Ну, и кстати говоря, наши властители это понимают, поэтому они перестали говорить удвоить там ВВП или еще чего-то. Они стали говорить войти в пятерку. Вот это правильно, потому что это адаптивный критерий. Так вот, доля в мировом пироге в 2010 году это было 2,51%. У России было 2,5% мировой вычислительной мощности суперкомпьютеров. То есть то, что вошло в топ-500. В публичной части, не важно. И это, вот кажется, мало? Да нет, нет, ребята, это очень хорошо. Потому что доля ВВП меньше. Понимаете? То есть мы продукции, мы считаем больше, чем производим продукции. И с этой точки зрения мы считали больше, чем производили в среднем по миру. То есть мы были цифровыми. Это был 10-й год. Так вот, после этого эта доля неуклонно уменьшается. И сегодня оно упало. 2 компьютера из 500, то какая-то тысячная доля процентов получается. Вот, да-да-да. Так вот, сегодня, да нет, там хуже все. Там на самом деле хуже, потому что они очень разные. В топ-500, топ-500 очень такое, значит, там есть сильно, ну, сейчас выясню. Вот если за 100% взять мощность топ-1, да, то 90% всех систем, они составляют 5% от этого топ-1. Понимаете? То есть там жуткое неравноправие. То есть вот первая пятерка, это более-менее приличные машины. То есть все остальные уже ниже плинтуса. Понимаете? А у нас две системы, которые там, ну, там где-то за сотни и так далее. Да? За первые сотни и так далее. На грани первые сотни. За первые сотни. Вот. Поэтому все еще хуже. Сейчас у нас 0,31. 0,31. То есть мы упали 8 раз. 8 раз. Понимаете? 8 раз стали менее цифровыми. Менее цифровыми стали 8 раз. Это было абсолютно... 40 лет прошло, да. Мы изначально, получается, были на правах догоняющих, потому что ориентировались на западную программу ДАРП, когда вот создавали институты в там, в 84-м году, да. Прошло 40 лет, и мы снова догоняющие и сильно отстающие. Почему это происходит? Как? Значит, ну, не надо думать, что я тут это самое на волне. Оппозиционных настроений. Это ничего подобного. Значит, здесь нужна нормальная, спокойная аналитика. И много-много лет... Ну, как много лет назад? Наверное, в районе 2006 года, где-то примерно так, ко мне обратились депутаты Думы и попросили просто написать большую бумагу по поводу того, что такое суперкомпьютерная отрасль. Вот что она, зачем она, как она, что, почему. И пытаясь написать эту бумагу, я не знаю, что меня торкнуло, но я полез просто смотреть, а что другие про это дело думают. И выяснилось, что, значит, был такой момент в истории развития суперкомпьютерной отрасли, когда топ-1 всегда был американский, 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 японский. Причем, ну, ладно бы японский, да, на 5, на 10, а там в два с половиной раза. Шарах, то есть такой. Беру Харбора. Так вот тогда в Конгрессе США был термин «компьютник», и они назначили слушание, они взяли деньги налогоплательщиков, они наняли экспертов, да, и эксперты там какое-то время готовили доклад в Конгрессе США. И доклад был просто про то, вот ровно про то, про что меня попросили. А в чем суть суперкомпьютерной отрасли? А зачем это? А ничего, что японцы первые? Или, может, хрен с ним и наплевать, и государству этого дела нет? Ну, вот такой здоровый многостраничный доклад, я его переводил. Так вот заголовки, значит, и начиная с 2006 года у них полное понимание, вот там даже, возможно, я сейчас с годами наврал, значит, у них полное понимание, что такое суперкомпьютерная отрасль, зачем она нужна и все такое прочее. Значит, понимание это состоит в следующем, что суперкомпьютерная отрасль – это единственный инструмент победы в конкуренции. Вот просто. Вот сегодня нет никакого другого инструмента победы в конкуренции, кроме вычислений, да, вот это вот… Меня бьют за эту фразу, я ее всегда цитирую, значит, я вот подглядел, 2004 год. Дебора Винс Смит, президент Совета по конкурентоспособности, то есть экономистка, говорит такую фразу, «Страна, желающая победить в конкуренции, обязана победить в вычислении». Точно. Вот у них есть это понимание. Да. У меня сразу вопрос, а как же нанотехнологии? Я понимаю, что расчеты нанотехнологии… Ох, это прекрасный вопрос. Так вот, ничего в нанотехнологиях, в принципе… Сейчас за мной можно спорить, бить ногами там и рассказывать, а как же мы… Но, значит, я… У меня, может быть, это очень плохой ораторский прием, я иногда говорю экстремальные высказывания, да, слишком такие жесткие высказывания, ну, чтобы меня хоть услышали хоть в какой-то доле, да. Так вот, ничего в нанотехнологиях нельзя сделать без суперкомпьютерного вычисления. Вот, объясняю почему. Это чисто физические ограничения. Проб-эффект. Вы не можете построить эксперимент на наноуровне, потому что наблюдатель будет вмешиваться на квантовом уровне, будет влиять на те процессы, которые идут на наноуровне разрешения. Вы не можете наблюдать, вы не можете… Ну, вот, вы ничего не можете. Поэтому, когда, скажем, IBM думает, а что же произойдет при переходе на два нано, там, технологии, да, то она говорит, надо считать, потому что ничего не поставишь. Вот просто эксперимента не поставишь. Наблюдение не проведешь. Надо считать. И она приходит в программу «Инсайт», американская программа «Инсайт», и говорит, слушайте, мы бедные и несчастные, у нас не на чем считать. Дайте, пожалуйста, суперкомпьютеры нам посчитать вот эти новые технологии. Ну, вот и все. Понятно, понятно. Вот, поэтому суперкомпьютерные технологии… Сейчас быстро это говорю. Вот то, что там написано в этом докладе, в белой книге, суперкомпьютерные технологии – единственный инструмент победы в конкуренции. Суперкомпьютерные технологии – это инфраструктура нового уклада, экономического уклада. То есть это вот просто инфраструктура. Новая экономика… Раньше это говорили, экономика основана на знаниях, сейчас говорят цифровые технологии. И третий заголовок – это заголовок свайда просто. Суперкомпьютеры – забота государства. Вот просто. И дальше там говорится – это не бизнес, это не конкуренция. До поры до времени, может быть, потом что-то произойдет. Это забота государства. И дальше там есть интересные слова. Вот просто там написано, что отрасль очень хрупкая. Это я перевожу с английского. Отрасль очень хрупкая. При отсутствии государственного интереса, государственных заказов исчезают компании, исчезает память корпораций. Смотри, пример с Креем. Это их слайды, это не мои слова. Вот они это понимают. В каком году, еще раз напомните, слушайте? Значит, это вот в 2004-м, это уже было в сознании экономистов. Понимаете? Ни электронщиков, ни программистов. Это было в сознании экономистов. Тогда же создается ПИТАК, это президентский совет по IT. Вот ПИТАК. Эдвайсинг комитет. И он пишет им доклады. Смотришь серию докладов, да? И через несколько лет ты видишь эти же доклады, но в виде национальных проектов России. Влияние суперкомпьютерных технологий на здоровье нации. Программу медицины. Суперкомпьютерные технологии и борьба с цифровым неравенством. Ребята, это до 2004-го года. Это до этого года. Понимаете? И так далее. Вот просто я там что-то вспоминаю еще с тех времен. Это 16 лет назад. 16. А что же произошло в 2010-м такого, что вот этот... Значит, я не могу ответить на этот вопрос, потому что суперкомпьютерные технологии – это забота государства. Я не принимаю государственных решений. Но реально, значит, у нас было две программы, где институт был головным. Головным в рамках союзного... Головным от России, аккуратно. Головным от России в рамках союзного... Союзных программ «Скиф» и «Скингрид». Это 2000-й год, пять лет. И 2010-й... Фу! 2007-й... Да. 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 С 2000-й по 2004-й. И с 2007-го по там четыре года, по 2010-й включительно. Точка. И на 2010-м все завершилось. Значит, было потрачено 500 миллионов бюджетных рублей России. 500 миллионов на 10 лет. Вот поделите 500 на 10 лет. А потом поделите на 37 организаций, которые были вовлечены в эту программу. Что-нибудь остается? Чуть побольше миллиона. Ну, ничего не осталось. А теперь про результаты. Да, вот за всю историю было только 14 машин, за всю историю, включая сегодняшний день. Было только 14 машин, которые вошли в топ-500 с пометкой «Сделано в России». Вот 14 больше нет. Так вот, шесть – это просто скифы из этих 14 скифов. Да. А еще шесть, созданные с технологиями, которые были заложены вот в предыдущих шести скифов. Да. И, или компаниями, которые были созданы, как суперкомпьютерные компании, вот в тех проектах. Да. Это Т-платформа и группа компании «РСК». Группа компании «РСК» начиналась с компании «РСК-Скиф», вместо регистрации Переслав Залежским. Ну, и создана она вообще тремя сотрудниками нашего института. А Т-платформа, все, вот Апанасенко обратился к нам. Ну, вернее так, нас сдружили, сейчас объясню почему. Академический институт не знает некоторых слов. Он не знает слова «Растамушка», он не знает слова «Валютные операции», он не знает слова «Внешнеэкономической деятельности». Вот вообще этих слов он не знает, вот просто не понимает. Поэтому в любом проекте, который мы делаем, связанном с вот этими словами, есть инженерная компания. Вот нас знакомят с Сеодом Апанасенко и говорят, он все поможет, да, привезти, отвезти и так далее. И на первой же встрече он говорит, я хочу стать суперкомпьютерной компанией, да. И мы начинаем обучать персонал и передавать часть персонала, дружественным образом, да, не то что там, утаскивать. Вот история, да. То есть 500 бюджетных рублей, миллионов рублей в течение 10 лет создали 12 машин из 14. Значит, сегодня по моим вот таким отрывочным сведениям тратится 2 миллиарда каждый год. Ноль. Вот ноль публичных результатов. Ноль. Реальные национальные программы – нет. Вот, то есть там есть национальные программы просто. Здесь такой-то реальный… Я давно там, меня просили делать доклады в президиуме Академии наук, еще где-то там, в Думе, не в Думе, не важно. Я всегда говорил, ребята, создавать национальную программу и нас ставить главными. Мы соберем сильную кооперацию. Мы умеем, да. Вот тогда 37 команд работало, треть была бизнеса, треть была науки, треть была вузы. Все было абсолютно сбалансировано и реально все работало. И собирался общий результат. Нету сейчас этого. Ну, нету. Просто нету и все. По вашей оценке, вот сейчас, на 2021 год, насколько Россия или союзное государство России и Беларуси безнадежно с технологической точки зрения отстало от США, от Китая, от Японии? Значит, я это вычисляю. То есть это не экспертная оценка. Это есть просто… Там есть у меня статьи научные, они гуглятся. Есть серия даже таких статей в нормальных научных журналах. И там показаны технологии, как это считается. Так вот, значит, на сегодняшний день по вычислительным способностям в 2010 году мы отставали, ну скажем, от США на пять с половиной лет. От Китая на один год, от Японии на полтора года, от Европы на четыре года. Три с половиной года. Это было в 2010 году. Сегодня, значит, отставание девять с половиной лет от Китая, девять с половиной лет было, был один год. Значит, от Евросоюза отставание, от Японии, от Евросоюза на десять лет, и от Соединенных Штатов Америки на двенадцать с половиной лет. Причем этот график абсолютно монотонный. Отставание от способностей, то есть это не от стран, а от технологических способностей, да. Значит, это отставание было два с половиной года. Два с половиной года в десятом году от США. От США, извините, от способности. От способности создать ТОП-1, вот просто самую мощную машину в мире, да. От ТОП-5 мы отставали на год. То есть нам вот год усилий, там сохранение темпов развития, и мы через год могли бы войти в ТОП-5, даже не в ТОП-10. Вот такие пироги. Сегодня эти цифры четыре с половиной года, восемь лет, десять лет. То есть от ТОП-1 мы отстаем сегодня десять лет. А было два с половиной года. А в чем, в чем, в чем загвоздка этого? Ну, то есть с чего не хватает? Так нет уже программы, понимаете? Ну, нету, нету государственной программы. Нет централизованного подхода? Я думаю, что нету желания. То есть на самом деле нету желания. Понимаете, в чем дело? Ну, вы же знаете. Ну, значит, было такое время, когда было поручение. Напишите их за флопсную концепцию, да. Главным поставили Сергея Владимировича Кириенко, Русатом. Да. Значит, был создан совет, я в него входил. Так как по алфавиту все сидели, то я сидел рядом с Сергеем Владимировичем. Значит, просто справлять его. Значит, их было поручение, напишите российскую экзофлопсную концепцию. Ну, значит, мы ее писали в Переславле. Вот начало мы писали в Переславле. Там я подсказал, что надо всех запереть в комнату. И пока не напишем аутлайн, вот просто вот, все разделы, заголовки всех разделов. Пока вот мы это не сделаем и не согласуем, ничего не будет. А потом уже можно разбежаться и мясо нарастать на эти кости. Это было сделано. И вот когда мы обсуждали ее, там, сколько нужно денег. Я говорю, ребят, ну все же очень просто. Три раза по 150. Просто. Это известная формула. Три раза по 150. А это чего? Рублей, миллилитров? Нет, нет. Это миллионов долларов. Дело в том, что это как мировая константа. Понимаете? Вот это есть такая мировая константа. Машина топ-1 в любой момент времени истории стоит от 150 до 250 миллионов долларов. Мы умеем работать эффективно, поэтому вот 150 нормально. Ну и для того, чтобы нормально пройти этап, нельзя перепрыгнуть в один шаг. Да? Нужно сделать три машины. Три машины. Каждые там, я не помню, программа, по-моему, на 9 лет была. Вот каждые три года делать новую машину. Это нормально. Вот поэтому три раза на 150. Ребята, ну 150 миллионов долларов. Даже по нынешнему курсу. Но вы сравните с проектами, там не знаю, моста какого-нибудь, да, еще чуть. Но это копейки. Ну просто копейки. Вот реально копейки. У нас там, у нас есть большие стройки, которые гораздо больше стоит. Понимаете? Ну да, да. Сейчас вот одна из них как раз на суху. А скажите, пожалуйста, ну а спрос-то есть вот на эти машины? А вот это вот еще, значит, вот главный вопрос. Вот это, вот тут собака-то и порылась. Ответ-то лежит ровно в том, а для чего нужны суперкомпьютерные технологии. Ответ. Это единственный инструмент победы в конкуренции. А она есть от конкуренции-то? Все. Ну вот. Вот главный вопрос задан. Пока не будет структурной перестройки. Давайте расскажу интересную историю. Она реальная история. Давайте, конечно. Вот. Значит, есть очень хороший Южно-Уральский университет. ЮРГУ. Кстати говоря, это было, по крайней мере, так в 2006-2007 году. Какой крупнейший вуз страны? Правильный ответ ЮРГУ. Вот. ЮРГУ. Южно-Уральский государственный университет. Челябинск вообще очень интересный город. Мало кто помнит, что это была просто запасная столица СССР. Вот там вот вся инфраструктура построена, все дома для всего, для дома правительства все есть. Вот такие пироги. Ну, неважно. Значит, там ставится машина сначала СКИФ Урал. Хорошая машина, вошедшая в топ-500, то есть супер-компьютер. Потом там ставится машина СКИФ Аврора ЮРГУ. Вообще, по технологическим, там был отечественный интерконнект, там было жидкостное охлаждение. 2009-й. Входит в топ-500, вообще все супер-пупер. И все. Ребята очень активные. Рядом есть, рядом Снежинск недалеко, кстати говоря. Рядом центр Макеева, это ракетная техника. В общем, все там хорошо. И ребята очень бодрые, они бегают по заводам и говорят, о чем посчитать. Там и были такие красивые, ну там двигатели синевые считались, да, ракеты синевые. Там трубопрокатный завод решил свою технологическую проблему. Там была жуткая проблема, это трубы для здорового диаметра. Они вдруг становились овальными. Ну и что, и как ты ее приваришь? Я ее подержал. Все, то есть брак под переплавку. Вот. И вот они решили эту проблему, решили эту проблему. И вот они приходят на очередной завод, какие-то паровые молты. Смотрят то-се, выясняется проблема. Вот, ну, наковальня, по-русски наковальня, почему-то они их шабат называли, что кто знает. Значит, наковальня накапливается напряжение, появляются трещины. Значит, надо менять эту деталь, время от времени надо менять. Чертежи есть? Есть. В цифре? В цифре. Но все давно черпят цифры. Какие проблемы, да? Они берут эти чертежи, начинают кумекать, там, распространение волн, то-се, пятое-десятое. И все понимают, и понимают, что если изменить конструкцию, то волны будут ходить по-другому, усталость не будет накапливаться, вес уменьшится в три раза, то есть, цена упадет в три раза, и срок службы увеличится в три раза. Они приходят, радостные директоры, рассказывают эту историю. Мужик, все, смотри, вот-вот, мы тут посчитали, вот-вот, давай внедрять все. Сидит грустно-грустно и скучно-скучно. Чего-то они понимают. Еще, ну, думают, мужик не понял. Еще раз им объясняют, что вот смотри, вес в три раза, срок службы в три раза. Он так кладет карандаш, говорит, ребят, перевести на русский язык, что вы мне сейчас сказали. Что я буду продавать в три раза меньше, и кэшфлоу у меня будет там в девять раз меньше. Понимаете? Понимаете? До свидания. Понимаете? Почему он так ответил? Ответ. Да потому, что он вне конкуренции. Ну, поджимал бы его конкурент, да, он бы их расцеловал там в сахарные уста. А тут, ну, что, нафига ему? Он что, с ними японцы конкурируют? Нет. С ним китайцы конкурируют? Нет. Проще сходить в коридоры власти и поставить таможенные барьеры, да, вместо того, чтобы заниматься вот этой всей фигней. Ну, у нас другие инструменты конкуренции, а вообще говоря, ее нет. Точка. Вот и все. Вот весь вопрос. Знаете, у меня вот такой вопрос возник еще по поводу, а насколько целесообразно вот национальное, национальное деление суперкомпьютерного отрасля, то есть вот американцы, китайцы, японцы, россияне. Ну, с точки зрения. На рыночных рельсах, то российские компании смогут, если дело не касается технологий двойного значения, смогут делать заказы у американцев или у китайцев, производить расчеты или сделать там под эгидой ООН какую-то вненациональную такую суперкомпьютерную программу, которая позволит строить сильные, большие, мощные машины, которые будут рассчитывать там все для всех. Все для всех. Ну, все-таки, понимаете, там это, да, вот опять вот есть в моих статьях есть, есть там соответствующие слайды, есть соответствующие картинки, там есть понятие суперкомпьютерная киберинфраструктура, вот это вот та самая инфраструктура экономики. И есть топовые машины, там скажем, в стране, в хорошей нормальной стране, с хорошей инфраструктурой, одна-две, которые входят в топ-10. То есть это действительно, ну, настоящие. Вообще говоря, суперкомпьютерами надо было называть первые пятьдесят, вот да, все остальное это там южик лентуса. Четыреста пятьдесят из пятисот это просто там два процента топ-1. Чтобы оттеняли просто, да, этот процент. Да, 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 ну вот просто. Там, когда я показываю этот график, вот вычислительная мощность в процентах, вот пятьсот столбиков, то люди не понимают, чем показывают. Говорят, нет, 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 вот тут есть столбики, вы просто низенькие. То есть она, ну, вот просто вот, ни о чем. Вот, ну, неважно. Значит, в национальной суперкомпьютерной киберинфраструктуре есть вот этот верхний уровень, он национальный. Национальный суперкомпьютерный центр. И вопрос, а что там считают. Да, вот есть-то у меня такая раскраска. Красный, желтый, зеленый, синий. Красный, значит, зеленый это применяется в индустрии, вот просто в индустрии. Вот крэш-тесты, автомобили, вот такие вот вещи. Там, значит, как будет сидеть платье на девушке, надо считать. В индустрии это применяется. Или там памперс рассчитывает на суперкомпьютер. Реально, памперс считает на суперкомпьютер. Или там Принглс, да, распределение вкусовых добавок в чипсах. Ну, да. Ну, или, наверное, всякие вот голосовые помощники, я подзреваю, там. Ну, вот что-то туда, да. Вот индустрия. Зеленый цвет индустрии, синий цвет это государственные военные нужды, да. Желтый цвет нам не дали сведений, его стало очень мало. И красный цвет просто рисчет, рисчет. То есть, это наука. Так вот, верхние слои, красные, зеленые, синие, желтые, они начинаются в нижних слоях. То есть, самые мощные машины, это просто, вообще говоря, это просто наука. И там создают технологии. То есть, вот, когда IBM или Procter & Gamble приходят в инсайт и говорят, страна, помоги посчитать. То речь идет не о какой-то конкретной таблетке или конкретном чипе IBM-овском, да. Речь идет о создании новой технологии. Вот, совершенно новой технологии. И они просто не знают, как к ней подступить. И результатом расчета становится ноу-хау. Так вот, это ноу-хау кому-то должно принадлежать. Только оно патентуется на ту компанию, которая принесла свою идею. Она не считала, она не платила за электричество, она не платила за ядра часы. В инсайте все это оплачивает бюджет. Она не платила за труд программистов, математиков, которые модели вместе с ними создавали. То есть это длинная работа, это длинная работа. Это не просто посчитать. Сначала надо разработать модель, потом написать программы, потом еще чего-то, потом набить гору цифр на вход, получить гору цифр на выходе, и потом это еще как-то отинтерпретировать, отмопировать в реальный мир обратно, превратить в технологию. Так вот, патент будет принадлежать IBM. Не вложившему ни цента, но принявшему идею, просчитавшему. А вот теперь мы делаем ООНовские такие центры. Ну и что там? Там не очень понятно, как с этим совсем разбираться. Когда это внутри национальной системы, то понятно, что вот эти новые знания, полученные при помощи суперкомпьютеров, мы постараемся, чтобы они не утекли, чтобы они были защищены и что они останутся у страны. То есть это вопрос конкуренции страны, поэтому как-то не дошло до этого. Могут ли нам... Да, ну и тут ответы на все вопросы. А может быть мы можем купить? Что купить? Значит, инструмент победы в конкуренции над ними? Купить у них? Ну зашибись, нам продали. Вот прямо сейчас побежали и продали. А может нас пустят к ним посчитать? Что посчитать-то? Возможность победить и в конкуренции посчитать? Ну, сейчас нас пустят и мы посчитаем. Ну и так далее. То есть все ответы, они есть. Вот они на поверхности, они есть вот там. По-доброму, если бы там человечество было разумным и прекратились бы войны любого смысла, гибридные, негибридные конкуренции, экономические, финансовые там, да, ну, наверное, можно было. Если бы мы были все в любви и дружбе, наверное, мы могли бы создать что-то, ну, более разумно расходовать свои усилия. И самое смешное, что это было бы на пользу, потому что вот есть перечень, его составляет агентство по энергетике, ну, Department of Energy, то есть Министерство энергетики, по-русски Министерство ядерного вооружения, да, Соединенных Штатов Америки. Вот есть список технологий, которыми надо заниматься, чтобы двигаться дальше в HPC. Он отранжирован, он отсортирован. Потому что вот эти критики, самые острые, называются Top Ten Exoscale Research Challenges. Это технологии, которой еще никто не владеет. По-доброму, да, то есть все там двигаются как-то, но по-доброму не уходит. И российская наука по некоторым позициям неплохо стоит. Просто неплохо стоит. И у нас есть и инженерные разработки, и депродакшн доведено. Вот какие-то моменты в этом списке из десяти технологий. И мы могли бы, то есть, а где-то китайцы, а где-то японцы, а где-то американцы. Вот если сложить вместе все экспертизы, все, значит, весь опыт мировой, да, то мы закрываем все хорошо. Но нет этого. Нет этого. По понятным причинам. Конкуренция. А все-таки вот такой вопрос. Вот сейчас компании российские, которые заинтересованы в своей конкурентоспособности, где они могут сделать, заказать такие расчеты для того, чтобы получить какие-то преимущества конкурентные? Есть в России сейчас какие-то остатки этой инфраструктуры? Значит, в России есть два публичных суперкомпьютера. Это «Ломоносов-2» и, значит, «Сбербанк», и «Сбербанковская машина». Все. «Сбербанковская машина» более, немножко специфична, то есть, там, на «Нвидео», то есть, это больше искусственный интеллект. Ну, расчетные задачи тоже можно считать. Непубличные машины – это «Саров». То есть, про это известно, то есть, они раскрывают. Да потом, мне никто это не… Я не расписывался, что я ознакомлен с государственными секретами. Это известно, это по-другому и быть не может. Там машина уровня ТО-500, там можно считать все. И есть соответствующие программы, которые… «Саров» развивает свои пакеты инженерных расчетов. Это тоже публичная информация, значит. Но есть российские компании с пакетами инженерных расчетов. «E-Flow Vision», то есть, ну, нормально. То есть, это неплохо. Есть огромные, очень красивые экспертизы, очень хорошие навыки по расчетным системам. Ну, вот скажем, нанотехнологии вспоминали, что можно только считать. «Кинтех», да, вот есть такая компания «Кинтех», значит, это… Она просто зарабатывает деньги на аутсорсы за счет нано-расчетов. Заказчики далеко не всегда российские. То есть, мы создаем программные коды, которые там позволяют, значит, рассчитывать на процессы. Там огромные приоритеты, лидерские позиции у Келдыша, института имени Келдыша, да. Институт прикладной математики имени Келдыша. В части, там, аэродинамики, аэроакустики, вот эти все дела. То есть, и ребята правду говорят, что вот они считали, там, для «Боинга», они считали, там, для «Аэробаса» и так далее. Ну, это правда тоже, да. Ну, как считали, они коды создавали. Считать-то на чем-то надо, но коды создавали они. Очень хорошие навыки в Санкт-Петербурге. Ну, Юргу я уже упоминал, да, очень хорошие навыки. В Юргу можно пойти, кстати говоря, если кому-то что-то надо. Идите в Юргу, там помогут. И очень хорошие навыки в Петра Великого Санкт-Петербурга. Политех Петра Великого Санкт-Петербурга. Ну, они реально тоже. То есть, знает наш обыватель, не знает это дело десятое, но, значит, вся линейка автомобилей, как его, господи, президент забыл сейчас слово, экспорт, не экспорт, то есть, кортеж, не кортеж, что-то. Вот это вот то, что мы сделали, там лимузины для президента. Аурус. А? Да, 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 да. Ну, там вся серия как-то называется, я уже забыл. Вот. Вот всю эту серию, там хорошие расчеты, там хороший корпус, там хорошая подвеска. Это делал Политех. Но не только, на самом деле на нем заказы, и это сложная вещь. Вот современный корпус автомобиля, это просто скелет, на котором все висит. И вы представьте, что это западные автомобильные компании, которые у нас на слуху, и которые мы говорим, ах, какие они хорошенькие. Они хорошенькие, только они считают Политехи. Про это тоже никто не знает. И многие корпуса машин, которые там, о которых мы мечтаем и пускаем слюни, да, они считаются при помощи ребят из Политехи. Ну, получается, у нас не все потеряно, ну, то есть получается, что... Значит, каждый год, там, в ноябре месяце у нас проходит главное событие суперкомпьютер... У нас есть суперкомпьютерная отрасль России. И главное событие на СКФ, вот на национальный суперкомпьютерный форум проходит у нас в Институте. Каждый раз мне задают вопрос, ну и чего? И каждый раз, вот много с десятого там, ну, по крайней мере с четырнадцатого года, последняя машина четырнадцатый год. Отечественная, российская. Четырнадцатый год, все. Ни одной машины стекла. Вот каждый год я говорю одно и то же. Нет, ну что вы, ну как же можно? Российские ученые и высокотехнологичные компании заняты одним и тем же. Мы отжимаемся, мы отжимаемся от стенки, от пола. Мы отжимаемся, мы просто регулярно, каждый день мы накачиваем мышцы. Мы делаем все возможное, что когда просвучит зеленая ракета и страна скажет, вот давай вперед, да, мы в этот момент времени, да, скажем, да, мы готовы, вот мышцы не одряхли. Мы сейчас вот, да, вот сейчас выскочим и побежим. Зеленая ракета никак не звучит. Что с этим делать, совершенно непонятно. Но реально, да, значит, ну вот давайте пример там, да. В девятом году мы сделали первое жидкостное охлаждение стандартной системы, да, то есть было и до этого, да. Ну вот стандартные системы, то есть стандартные интелы, стандартный интерконнект с отечественным интерконнектом жидкостное охлаждение, с Киев, Аврору и Юргу. Девятый год. Вторыми была компания IBM с их Аквазаром. Вот мы были первыми, они были вторыми, да. Они опоздали на три дня. Ну, мы что, были в отстающих? Нет. В четырнадцатом году мы сделали погружные системы, да, и они пошли просто сейчас. Это компания «Имерс», компания «Сторос», она привлекла наш институт, мы сделали это решение. У Бериева, у Ильюшина стоят такие, это не суперкомпьютеры, это кластерочки, но они есть. И технологически это отвечает, вот я упоминал список 10 технологий, да, это топ-1, это самая главная технология. Снижение электропотребления и, через запятую, разработка новых перспективных систем охлаждения. Значит, мы вышли на этот уровень, да, то есть китайцы разрабатывают, Алиэкспресс, кстати, используют. И он сказал, что это одна из важнейших частей его успеха. Погружное охлаждение всего его вычисленного комплекса Алиэкспресса. Погружное охлаждение и использование артезианской воды. Вот все, точка. Это, ну, как во втором контуре. Осень этого года мы провели госиспытание, уже, ну, финальные приемочные испытания по охлаждению и кипению. Вот в нашем институте, там, в Переславле-Залевске мы провели, значит, испытание охлаждения и кипения. То есть мы на нормальных позициях, вот в этой технологии, там берем, я упоминал Келдыша, но это тоже в этом списке. Это разработка новых алгоритмов. Разработка новых, даже не алгоритмов, новых математических моделей. То есть то, что делают Келдыши, отвечает строке в этом списке. Они придумывают, как старые задачи, математически переформулировать так, чтобы новые, противные и поганые архитектуры, которые нам навязывают, ну, вот эти вот графические ускорители и все такое прочее, ребят, ну, они противные, вы не поверите. Значит, с ними не очень удобно работать. Но вот они придумывают новые подходы к математике, чтобы алгоритмы перестали быть костью, которая стоит поперек горла и стали бы, значит, приятной едой, которая стоит вдоль горла, которая нам навязала промышленность. Понимаете? И прошла бы хорошо по пищеводу. Вот они это придумывают. Это экспертиза Келдыша. Это строка тоже в этом списке. И так далее. Интерконектом занимаются четыре компании, четыре группы. Наш институт, НИЦЕФТ, Саров и НИИК ВАНТ вместе с Келдышем, тем же самым. МВС Экспресс у них разработка. Могу вот все четыре проекта назвать. Неплохо занимаются. Но неплохо, но ниже мирового уровня. Но если и у каждой команды есть своя экспертиза, которой нету другой. Вот создавай госпрограмму. Объединяй вот эти четыре. И как я всегда говорю, и нас ставь главными. Только. Обязательно. Иначе просто не получится. Ну правда не получится. Мы проверим. Я предлагаю на следующий выпуск как раз оставить тему архитектур. А заодно мы сможем поговорить про российские разработки в микроэлектронике и их применение в высокопроизводительных вычислениях. Тоже отдельная и большая интересная тема. Спасибо вам большое за... Да не за что. Не за что. Спасибо. Было интересно. Будем на связи. Спасибо. Минута рекламы. Обратите внимание на конференцию IT-приоритета 2021, которая пройдет в феврале. На этой конференции, которая пройдет в режиме онлайн, будут обсуждать такие вопросы, как инновационный метод ведения бизнеса и роли места инноваций в IT для эффективного решения задач. Приоритеты IT. Экономия или развитие. Методология правильной расстановки приоритетов информатизации. Сервисный подход к IT-обслуживанию бизнеса. И эти и другие вопросы обсудят на конференции T-Advisor IT-приоритеты 2021. Участие в конференции для представителей заказчиков бесплатное при подтверждении организаторов. Дополнительную информацию о конференции можно получить на сайте T-Advisor в разделе «Конференции» или отправив письмо на email cons-tadvisor.ru С вами был подкаст T-Advisor. Спасибо за ваше внимание. Где бы вы не слушали этот подкаст, поставьте ему оценку, прокомментируйте и поделитесь со своими друзьями и коллегами. Я и команда, которая делает подкаст T-Advisor, будем признательны за ваши комментарии и предложения. И помните, что база знаний портала по корпоративной информатизации T-Advisor.ru всегда в вашем распоряжении. Подписывайтесь на нашу рассылку. Это удобный способ всегда быть в курсе. Пока.